Так это мы приехали домой так ну тут тоже тут в основном шестирамочники тоже да А есть есть пчелы нету пчелы должны быть вон они есть сидят спереди тоже опять же говорю видишь мы не чистили нигде и я считаю лучше тут все 300 в основании есть А можешь есть у тебя тут самый разбитый улей по каким-то причинам что он там поел кто-то Ну только то что дятел где-то Дятел был да? А вон да Вон Вы его запените А запените И все чтоб так да? То есть он отработался Рута это самые первые да? Это он за которые три года у тебя? Да По три года Ну это же Он уже купился Сколько раз? Ну так и я о чем говорю Все равно видишь здесь тоже мы кинули магазины два им на посолных Но здесь матка перешла и засеяла мы поэтому не откачивали так и оставили Был матка была вообще на одном этом Рута Здравствуйте Вот смотри Здравствуйте Мы вас снимаем снова Вам привет как всегда Смотри видишь пчел практически не видно Видишь? Они там есть только сюда Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим есть нету Я же провоцирую На Вон они Ооо смотри Закрывай 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 Как красиво получилось Закрывай чтоб не сыпало Пчелы есть Видишь хотел подколоть чтоб пчел нету Ооо да они хорошо сидят Тут вот фу Постучу по дереву Да Хорошо Есть у нас самодельные эти сэндвич Видишь тоже Ну а так же он неудобно и работает Все таки вот Ну Даже эстетически приятно да Или нет Вон они впереди сидят Впереди А там Да да там Там вперед Я говорю просто даже эстетически они красивые Ну вот если взять то есть ну Как бы Ооо трехрамочники Ты запустил по три Да Сейчас Вон они сидят По три рамки Ты запустил по какой причине Хочешь сделать два пакета например или запасные матки Нет мне нужны запасные матки То есть не пакеты Запасные матки Я оставлял в прошлом году много Техрамочников Ну лучше конечно сильнее заходят в зиму на шести рамках А так для запасных маток мы оставили тоже Ага А я больше запустил ну тоже запасных трехрамочников А так всех запустил на пакет В основном А тут какую насыщенность Плюс-минус Так Здесь 180 или сколько Да почти 180 Ну как всегда Красно Ну смотри Здесь сад у отца И тоже очень хороший облет за счет деревьев Мы обратили внимание очень хороший облет Но все эти шести рамочники все работали На выводматок Да По три По три рамки А потом просто ты их объединил да я так понимаю Ну Некоторые объединяли Некоторые ставили Даже не знаю сейчас конкретно где Где на два где на... Ну я понял Где на два где на... Вот они пчетки сидят Вот тут два Вот там два тоже Ну не принципиально как бы... Я понял Поэтому так поставили Нужны были еще Потому что после подсолнуха Мы сделали осмотр на основных точках Где не было маток Мы поубирали перегородки вытащили и все Сколько ты вот Может знаешь Сколько у вас вообще уже этих шести рамочников Смотри Первый год мы купили 10 для пробы Потом сразу же купил еще 100 И потом еще 300 Получается 400 штук у нас Сейчас есть Это уже как бы которые использовались Ну и конечно для следующего года мы подготовили еще... Все я понял То есть те же уже работают И еще вы подготовили Еще купили Какое число? Полторы тысячи Так они же плохие Ну так... Людям мучиться Капец молодцы Ну знаешь Людям дорого Нам тоже дорого Я согласен что он не прям дешевый Но тот выхлоп который я имею Я очень доволен им Ну вообще если проанализировать Если было бы плохо Наверное Никто бы не покупал Ну просто так бы деньги не выбрасывали Ну ты же сам работаешь Ты сам занимаешься Не я знаю Просто меня просто говорят что я рекламирую Как бы Ну... Ладно я там лицо заинтересованное Дружим да с Денисом Да Ну вы тоже дружите Тоже наверное заплатили за рекламу С ними работать И говорю Очень хороший выход Вот смотри В среднем У меня Отработал Один пакет Ну правда по 3 рамки Я взял с него 6 маток в среднем И этот И зимует сейчас пакет Вот этот плюс У меня много опидеи есть Но вот опидеи уже не зимует Ну конечно опидеи Не то количество Опидеи не зимует Уже все мы их почистили Все подготовлено А ну твое мнение по качеству маток Мини Нуклеуси Естественно Есть разница Какая Разница есть С этого С шести рамки Ну не без разницы Не говоря С шести рамочник С большой рамки Ну большой Маток качественнее Потому что она имеет Где рассеяться нормально С первого Как она облетелась Начала сеять Она имеет где рассеяться С опидеи Немножко Этот Отстают Конечно Но опять же Опидеи Легче работать Ну Подбор маток Это да Ну опять же Кто что находит Как работать Каждый выбирает свою систему По которой Смотри Я помню первые разы У вас была покрашена Они Водоэмульсионка Или нет Или сразу Они все И сейчас Сейчас покрашена Эмаль Нет Тоже водоэмульсионка Вот это такая Да Да Мы использовали Она идет Биокраска Мы использовали И по дереву Мы красим такую И Эти тоже Красим Угу В чем плюс Был Да хватит уже плюсы Плюс В том что он разборный Где продолбал стенку И можно ее поменять Вот этот плюс Да есть Если в нагрузку Шло хотя бы одна Стеночка Запчасти Я думаю Будем Он дал гарантию пять лет Да 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 Это он тебе Мне он ничего не дал Извини Мы за границей Нет Но дело в том что Дело в том что У меня честно Вот не кривят душой Проблем даже нет Нет Расскажи проблему Муравей съел один Нет Ну муравей там просто На этот На муравейник поставить Но не только С этими шестерамочками С любой сеткой Проблема мы увидели С синицей Потому что мы раньше вообще У нас все были сплошные донышки Сейчас начали переходить на сетку Лучше конечно Зимой пчелы И летом Но проблема с синицами Не так взятыми Как с синицами Мы сейчас Еще не накрыли Но сетку уже взяли Мы будем накрывать сеткой Я следов не вижу здесь синицу Ну пока нету Но когда будет снег побольше Синицы будут И мы накроем просто сеткой И все Никаких проблем не будет И сетка такая что Синица не проходит А облета не смогут сделать Ну Я думаю Рядами будете Да Рядами так накроем И я думаю И мы с вами будем тоже накроем Потому что там тоже Мы обратили внимание Синица снизу залезает За сетку Все равно за зиму Это где-то в январе Феврале Когда уже немножко пчела упала Есть все равно И они начинают снизу цепляться И вытаскивают пчел Стучат И пчелы тоже тревожатся Еще больше Ну это у вас VSH написано А это VSH как говорят Это секретная информация Нельзя показать Это мы не успели Просто забрать Не успели спрятать Понятно 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 Ты раскрыл у нас секрет Так ну окей Давай еще хоть один-два Открой мне Открывай Они сам походи Все внизу Ты можешь сам открыть Да сам мне интересно А вдруг Не туда Они все внизу Как будто их нету Надо снизу поднимать Они есть Он уйдет Тихонечко сидят Вот вылезает Не-не-не Они есть Оно слышно что они есть Я ж Тут любой Мы у нас пошли первые Так любой Хорошо Я пошел сам Давай вперед Кто Вот Некоторые литки А вот 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 Или что Это самодельная Это самодельная Да Это самодельная Так Знаете я какую хочу открыть Где-то тут Я должен Чуйка у меня должна сработать Вот Вот этот Рутовский А мне самому все-таки неудобно Вот смотри с краю сидят Видишь И до центра Вон улочка Нет Я не к тому веду Что Стенка теплая Стенка теплая Закрывай я к этому Что Пленки кстати Один год и нужно менять А я на сетку перешел Осенью А? Я на сетку перешел Я видел сетку тоже Мне не нравится А давай вот этот для примера Давай Для примера Это Вон они спереди Там же вперед Правильно? Нормально как раз солнышко Они прямо поразлетаются Да вперед Они все спереди сидят Вот как они хорошо ужат А что они к стенке не идут Ну все равно холодные Все равно как никак Видишь тут И вон засними Вот смотри Видишь Вот почему мы горим недолговечные Идиоли Видишь Вот он везде идет И вот они начинают гнить И все Вот поэтому мы только ехали Но это считается как сэндвич панель Или что Просто у нас сейчас начинают делать фанера пенопласт Это что же будет? А кстати у нас есть фанера Идем 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 Они все внизу сидят Они все внизу хорошо сидят Ну видишь Чуть-чуть приморозило И они ну сжались Мороз Фанеру идем смотреть? Где-то здесь должна быть фанера Здесь нет Вот видите Тут поверх чуть-чуть повыше А здесь пленки нет Ага И вот повыше А ну ищи фанеру У меня пленка так кончится Если мы будем искать фанеру А вот фанера О, пришел Вот она фанера Это вот здесь вот, да? Да А изнутри все фанера Обшита Вместо этого алюминия Да Вместо алюминия Внутри вот фанера Мы пробовали и так и так Фанера минус Она нагревается Ну смотри Пчелы вот сидят Я вижу А то что от фанеры клеют Испаряют Слышь Фанера минус От того что она Летом нагревается Ее выдувает Ага Потому что все равно Она по краям забита Нужно как-то бить и по центру тоже Ну смотри Все равно я смотрю Теб в отставку пошли Да Это от ветра От ветра От ветра От ветра Будем пока еще использовать их Для Этот Для отводки Он может Поэтому пока оставит Ну круто Ага Ну мне же все таки хочется Еще где-то подождать Хотя Хватит уже эти фадеевские Ну давай еще А это вот Отметка Что этот у вас зеленый Это не сняли Это Матка Давай на последнюю Открывай просто он красивый Вот Смотри Нету что Остро Тихо Сними Сними Камера не показывает Вот Сними Сними Что это за желтая перепадка Вон она И вот улочки Там Они там он сидят Я или мне туда снимаю Да Наскрысит Нет Дальше Вот Не дальше Не близко Не видно Вот Так я то вижу Я на камеру не могу Отсюда Отсюда просто видно решетка И видно пол И видишь вот смотри За счет того что мы не чистили нигде Пленка поднятая Да И вот посмотри все везде сухо Воздухообмен идет Расскажи Вот Есть и зеленые по бокам Зеленая Красная А там было Две Матки Я не знаю сейчас есть перегородка Или нет Ага Есть Поэтому здесь отметина На одной Делине На другой Так само Вот А вот здесь было Вот Не успели забрать все Метки Ну все Заканчиваем В смысле Едем дальше Мы дальше поедем Сейчас на дерево Посмотрим Как дерево Папа Валера Как у вас дела? Слава Богу Идем весны Да Весны Многие уже ждут Зима начинает А мы ждем весны Я включил камеру Потому что друзья увидел Там он Акация Сейчас мы проедем Андрюха Два слова по Акации Мы Я программу читал Я так быстренько Где-то когда-то Что Молдова Это Ну Она Не высаживает Не Не вырезает А наоборот Сажает Лесхозы Там Там И так далее А есть На данный момент Это частная Вот Частная земля Частный лес Акация Она быстро растет Вот он более молодой Видно Это Где-то 4 года Вот Это Люди садили Специально Правильно Целенаправленно Потом он будет резать себе Имеет свой лес Вот тут опять молодой участок Видишь? Ну это получается Это не кусочек Это по всей Молдове В принципе так Да Да Есть Павлонию Много Сажают Классно Ну акации Много Там За 7 лет Вот это Друзья Там Все Акация Очень круто Ну самое важное Что тут кроме акации И соп Шалфей А вот кстати Можешь камеру не выключать Вот сейчас мы едем Вот Поля здесь Был и подсолнух Справа Слева И Сейчас посмотришь Шалфейное поле Там Вот так Сколько лет шалфей Шалфей 3 года Как бы на 3 года Трехлетний он насаживается И Вот там много Этой мыслины Вот там его Круто Ну Разнотраве Все это мы вам показывали Еще В прошлых годах И вот там шалфей начинается Вот После пахоты Поле шалфей И здесь За бедром Сразу Тоже сколько-то Даже километра нету Еще есть 3 поля шалфея Вот Вот это шалфей Вот это вот Вот это все шалфей Вот он тоже Вот еще 2 года И его будет пахать Понятненько Ну Медопродуктивность шалфея Ну вот Я не помню Мы смотрели Ну в принципе хорошо Да он выделял Он тоже дает в разные года по-разному Но мед вкусный У меня Я показывал там в фейсбуке У себя на страничке Что Вот Малым даю шалфей То вот это кончился у нас Мы специально с Денисом приехали В Молдову за шалфеем Да Дим? Из-за акации Из-за акации Из-за акации У нас такой акации нету Ну шалфея точно у нас нету Ну за счет этого Именно тоже Опять же В 145 рамах Можно взять хороший Монофлёрный рам Угу Качественно Поэтому Вы сами Опробовали Разницу Да Это да Ну а вообще так Если шалфей Много пасек Выезжает на шалфей Да Много собираются Сводят Опять же Когда семьи Хорошо подготовлены К медосбору То Как бы Разница есть Бывает Что люди вообще не качают Но Нам удается Мы едем Не просто везем все подряд Мы Отборные семьи Собираем Опять же Везем Готовим конкретно К медосбору Расскажи вкратце Вот Ты только что рассказывал Про прицепы Что Там вы слабые семьи Меняете На донорские Как то У нас есть Донорские тачок Как бы И Мы уже Работаем по принципу Не ездить Просто Подставлять матки И Я делаю сегодня осмотр Да Если нашел проблемную семью Одну Две Три Я прямо Днем ее связываю Когда я закончил осмотр Связываю ремнем Грузу машину Проблемные семьи Вместо них Вечером Привожу Идеальные Готовые семьи К медосбору И так далее Ули Все Чтобы была система Такая же Один в один И получается мне Грубо говоря Две недели На этот тачок Что я сделал осмотр Приезжать не нужно То есть Меньше телодвижений Конечно И то же самое Стационары Которые находятся далеко По такому же принципу И все Как бы упростило Тоже Потому что много Катаешься И много Личные работы Делаешь И время Экономить Топливо Понятно Спасибо Видишь Ваня Как мы заготовили Переезжай Молдаве Мы с тобой поделимся Ваня Вот это Здесь Да Тысяча с чем-то Ну тут работы много Собрать надо Ну что делать Красить будете Да Обязательно А эти При погрузке Мы где-то где-то заделали Ну это и херни Это можно использовать Ну Как херни Замени Замени Ну Вот здесь И тут полностью 145 Да Нет 230 А Кормушки Вот это Вот я смотрю 145 145 идет Здесь А Рута Вот здесь Вот здесь Ага Ну Рута мы взяли только 400 Потому что В основном Старше 300 И Вон Перигородки Вот Перигородки И Работы Початый край Да Собрать Заселить Кормушки Собираются очень быстро Насчет этого Да Насчет 2 Кормушки Заселять надо Кормушки там Вот можно Да Полностью взяли Кормушки Ну полный Полный комплект Получается будет Правильно? Кормушек не сильно Нет Ну я понял Только 200 штук Пока Ага Нас больше интересовало Этот самый Так Ну окей Уже вторая партия Будут идти Кормушки И корпуса Потому что Люди просят Ну чтобы был Шестерамочники Дайте нам пару корпусов Сверху 145 штук Так это вы Я так понял Для себя взяли И хотите И для продажи Ну что Мы для себя взяли Конечно За один год Мы не поставим Тысячу чем-то Семей А Это все-таки Будет чуть попозже А если кому-то надо Мы можем продать Ага Не проблема Так подождите Вот сейчас люди Увидят видео Кому можно Вот в Молдове Захотят купить Вот этот улей Спинопласт Кому можно обратиться Непосредственно Ко мне Есть объявления На трех девятках Есть у нас Специальный сайт Где объявления есть Уже куча народу звонила Сайт Да Ага Окей Короче я понял Вы И себе Решили людям Помочь Кто захочет Ну 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 Конечно Все по накладным Как полагается Андрей возьмет Ему нужно сколько 300 да тебе нужно Еще Так что Как бы Останется где-то Ну Может быть 400-500 И может быть И не останется А может и не останется Потому что Мы посмотрим Как пойдет Как будем делить Или оставим То что мы поделим Пасеку Или мы оставим Для медовиков Если мы вдруг Не оставим Решим еще удвоить То Я думаю Что запустим все Угу Поэтому Посмотрим уже по ходу Как пойдет Потому что Планируем одно А там уже посмотрим Я думаю Что мне Фадия ульи Не продает Вон они Где мои ульи Так Мы молодцы И вот Я хочу Как бы все таки Сказать что По этим улям Кто понял что с ними делать Да? Это да Если взять сейчас На данный момент Если бы я не знал Что Что можно с ним взять То я бы тоже сказал Что дорого Ну когда Я реально знаю Что с ним делать И Отдачу То Мы же разработали Три программы Работы с твоими Шестерамочниками Можешь продать нам Нет А мы сначала Опробуем Мы сначала с ним будем То есть Сделаем Опыты Чтобы люди наши Местные Увидели что то происходит Что действительно Можно сделать с этого Уля И тогда Сразу я думаю Что пойдет У Вани Есть 5 программ У меня много программ Но у меня Да Они молочко собирают Конечно Если брать программу Чтобы там Мастить дороги И все остальное Там их наберется вообще 200 и 300 Мы пока выделили Три основные И по ним По ним начнем работать Мы знаем Что и там Эти все три программы Отработают Как надо Просто Люди должны убедиться Нет Ну давай скажем по другому Мы уже их проверили Они работают Но хотим проверить На этих промышленных масштабах Насколько можно потянуть Будет Ну да Проверяем то мы их уже 3 года Да Мы проверим Просто хотим посмотреть Пределы Сколько можно Потянуть вообще Одному человеку Одному человеку Да Ну а ты так думаешь Сколько Ну 300-400 Можно Если медовиками не заниматься Чисто шестерамочниками Только 500 Тысяча шестерамочниками Все зависит Ну Денис Смотря что с ними делать Если не заниматься мёном Тысячу на два деления Или на одной На два Но это имеется ввиду Чтобы Полной Полной Мере Ну что А какая проблема Матка Ну смотри Мы то что мы проверили Как бы с одного Шестерамочника Перезимировавшего Мы сделали В среднем Нам вышло по 7 Еще Грубо говоря В зиму У нас Пошло 8 штук С одного Отводка Да Ну мы сделали С одного Еще 7 Угу На 300-ю На 200-ю Там разницы нету Как бы Кто на какую систему работает Они работают одинаково Поэтому Ну хотим посмотреть Тоже Сколько можно По максимуму Как бы Обсушивать их Это Ты давал суш Ну вам бы хоть Нет Это все вощиной Работали Грубо говоря Вот он 6 рам Все отстроенные Перезимовавшие Выдергаешь расплод Ставишь Вощину Потом уже Когда матка облетелась Начинает сеять Уже там тоже Работаешь вощиной И кормишь Да Ну смотря какой период Тоже Есть периоды Когда нужно кормить Как бы уже определяешь сам Да Поэтому Даже Грубо говоря Кормушку На каждой Практически Не нужно На 100 Шестерам Только 30 кормушек То есть Периодами Да Есть которые Нужно подкормить Есть которые Уже не нужно Они сами Как тебе кормушка Тоже Первый раз В этом году Кормушка хорошая Удачная Кормушка Ты кормил Два отделения Сразу Допал Да Нормально Короче Вы довольны Дорогая Не Надо отдать должное Дорогая Она классная А с дерева сделать дешевле Не Мы же не говорим что дешевле Мы говорим что Ну как бы все равно А это я так понял Вот это Из партии Полторы тысячи штук Вот это Из фуры Из фуры Где то зацепили чем то То есть Да Зацепили Это он дал сломанное Сто процентов Это Фадеев А ну что тут Что тут произошло Ударили сверху Где то что Ну По большому счету На скорость она не влияет Его можно наклеить Ну по большому счету Я знаю что с ним делать Дай мне задаром Я сделаю Бери Я дарю тебе Я дарю Там это вообще Ничего не влияет Никак Одно что Одно целое Одно целое А Это где то что то Как то ударило Две крышки Две крышки Именно крышки Да Ну Фадеев возместит Да нет это Стоп крышки Да нет крышки Крышки дешевые Надо лучше эти кормушки 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 да Мне тоже они понравились Но на все не можно сразу Большие надо А единственное по кормушкам что Когда кормушки ставим Этот пленки Загибаем только уголки Если ставишь Просто прилепливает А потом тяжело ее срабатывать Да Теперь только Только открываем Для захода пчел Все На 10 12 см Чтобы не строили Ну да И все Как то я об этом не подумал А вот это у тебя минус А тут я вижу А тут я вижу Есть плюсик Поездка в Молдову Не серьезно А я как то снимали мы все А снимаешь Она прилепляется тяжело Да Ее чистить потом нужно кормушку А так у нее Получается Они только залеплюют Вот она кормушка да Смотри Смотри Вот смотри У меня залепленные Только вот Чуть-чуть до поля А там все чистые Это все чистенькое Да Я понял А так и очень легко снимается Да То есть отсюда ты даже без усилий просто Да Ну да Там керхером моем ее Все Моется керхером хорошо Вообще Нужна вот эта как ты думаешь перегородка или нет? Нужна конечно Не но если для шестерам Для двух-трех рамочников Обязательно Просто есть клиенты которые говорят Зачем вы сделали эту кормушку? Ну Она ее упрочняет тоже Здесь Ну не знаю Удобно как бы Пускай будет Она не мешает нам Да Хорошая но дорогая Андрей У меня есть в сумочке скидка карточка На 15% Да Хорошо Вижу А у нас то скидки нету Не ну у нас вообще проблема Как проблема У нас видишь Для того чтобы довозить что-то из Украины Нужны сертификаты обязательно Знаешь у нас там пошлина сумасшедшая Да Не ну Фадеев же белый работает Поэтому Это НДС Нас съедает У нас проблема в Украине что НДС не возвращает Ну у нас когда дают субсидии тоже вычитают НДС И только с той стоимости С основной стоимости дают субсидии А НДС То есть грубо говоря ты там Тысячу гривен да стоит НДС убери и только с той суммы половина Человеку возместят Понятно Вот какая история Интересная Интересная Так ну спасибо Это у вас тут временный склад да? Временный склад да Мы тут попросили людей чтобы нам пока поддержали А дальше у нас будет все свое нам Надо собирать надо красить работу много готовить Ну что сделать Кстати по перегородкам кто хочет попробовать самодельные Вот Эти перегородки короче Я посмотрел когда первый раз спросил у Фазеева Они мне показались дорогие Я думаю ну что я сам не нарежу Ну да С фанеры Нарезал с фанеры Оказывается минус Она от нагревания начинает прогибаться И где-то к одной рамке прилепливается А эти уже когда я взял эти перегородки они нигде Они так как поставил они так служат все лето Поэтому не советую резать с фанеры Именно хороший материал Эта перегородка Хорошо Оригинальная Мы учтем Спасибо Спасибо Поехали дальше Поехали 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok